Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. В этом уроке я расскажу, как заполнить таблицу со ссылками на полезные группы и профили. В тексте урока есть кнопочка «Ссылка на таблицу». Кликаем на кнопку. Перед нами открывается шаблон таблицы. Я покажу сейчас, как мы эту табличку будем заполнять. Это Google таблица, онлайн таблица. Работать могут с этой таблицей все, у кого есть на нее ссылка. Ссылку, если хотите, можете скопировать вот отсюда. Для того, чтобы пользоваться сервисами Google, лучше, конечно, пройти авторизацию в этом браузере. В одном из уроков тренинга компьютерной грамотности я рассказывал, как создать аккаунт Google. Я вот сейчас авторизировался и могу смело работать с этой таблицей. Могу заполнять, редактировать, удалять что-то в ячейках этой таблицы. Таблица имеет два листа. Один лист называется «Полезные группы», другой – «Профили». На эти листы мы будем размещать ссылки и описание этих профилей для того, чтобы другие участники нашего тренинга могли ими воспользоваться. Начну с профиля. Я нашел хороший профиль, хорошего человека. Здесь просматриваемые посты и можно писать комментарии на стене. Вот именно такие профили нам и нужны. Я беру, вначале копирую название профиля, то есть чей этот профиль, чья это стена. Выделил, правой кнопочкой нажал, скопировал. Возвращаюсь в нашу таблицу и вот сюда в ячейку выбираю название страницы. Опять же через правую кнопку, либо через комбинацию клавиш, как вам удобнее. Вставляю название. Если у вас не установлен Google Диск, нажимаем на кнопочку «Установить». Это тоже один из сервисов Google. Нажимаю «Установить», «Установить расширение». Устанавливается ваш браузер. И вот сейчас ставка будет происходить без всяких вопросов. Вот название страницы скопировал. Копирую адрес странички, щелкаю в адрес, делаю то же самое. И переношу через Ctrl-V столбец названия страницы. Стена здесь закрытая. Вы ничего не можете от себя выложить на стене этого профиля. Но комментировать можно. Поэтому я здесь пишу «Открытая стена нет», «Комментарий постов – да». Примечание. Можете что-то написать от себя. В поле «Автор» пишите свою фамилию, чтобы было понятно, кто эту ссылку выложил. Лучше, конечно, отформатировать ссылочку, например, выбрать ячейку со ссылкой и разместить ее по центру. Вот так. То же самое сделать именем. Если по каким-то причинам исчезло обрамление, выбираем, нажимаем вот сюда границы и выбираем вот так. Все. Вот стало все достаточно красиво. Ничего тут сохранять не надо. Все происходит на сохранении автоматически. Я вам показал, как заполняется лист раскрученной профиля. Сейчас покажу, как заполняется группа. Ну, никаких принципиальных отличий не будет. Все то же самое. Вот нашел какую-то группу. Не скажу, что она очень звездная, не так много участников. И самое главное, не так много комментариев. То есть, да, люди сюда заходят, но мало чего пишут. У этой группы есть возможность разместить пост. Но эта возможность называется «Предложить новость». То есть, пост не сразу появится на стене группы. Пост увидит администратор этой группы. И затем он решит, размещать его или не размещать. По большому счету, у этой группы не открытая стена. Но возможность такая, в принципе, есть. Поэтому выделяю название группы. Также его копирую. Вставляю название группы. Вставляю точно так же ссылку на эту группу. Открытая стена. Здесь можно написать честно. Это «Предложить новость». Новость. То есть, это такой промежуточный вариант. Вроде бы и не открыто, но вроде бы и не закрыто. То есть, вы можете писать. Администрация будет проверять. Комментарии постов – да. Посты комментировать – да, можно. Обсуждения вопрос-ответ в этой группе нет. Тут вообще в них с обсуждениями тяжело. Их, в принципе, просто нет. Поэтому я здесь пишу вопрос-ответ нет. Примечания писать никакие не буду. Автор тоже напишу себе. Вот таким образом заполняется таблица. Опять же, сделаю форматирование. По высоте. И включу обрамление. Все. Пожалуйста, вносите найденные ссылки на свои хорошие группы. На хорошие профили в нашу таблицу. И всеми будем этой таблицей пользоваться. Например, при желании что-то разместить в группах, вы просто открываете эту таблицу. Щелкайте на эту ссылку. Можно нажать вот сюда. И переходим сразу же на страничку этой группы. И что-то пишем. Желательно светиться регулярно в каких-то группах. Особенно если в этих группах идет ответная часть на ваши действия. Значит, тогда, в принципе, можете в этих группах притормозиться и стать таким регулярным писателем, регулярным экспертом. Возможно, задружитесь с администрацией группы и будете обладать какими-то, возможно, дополнительными правами, бонусами, плюсами. Всегда хорошо дружить с администратором группы. Будут вопросы, пишите в домашнем задании.